В этом выпуске — наживца! Этого хватит! До последнего! Мелочь, а приятно! На волоске! Начинаем Тандер-шоу! Автор ролика на хвост сел Харикей. На пилот штуки прекрасно понимает, что на пулемётную турель надеяться не стоит, поэтому применяет ещё один способ снять с шести назойливого британца. Он сбрасывает высоту и прекращает маневрировать. В чём же хитрость, спросите вы? А в том, что впереди на земле стоит союзник на Мардере, и он уже навёлся на истребитель, который летел следом не сворачивая, гоняясь за, казалось бы, лёгкой добычей. Выстрел — и пилот Его Величества отправился на респаун на фельде 1992 прямиком в этот выпуск. Вот его пять тысяч орлов. Поздравляю! Ф-80 — отличный реактивный самолёт. Он превосходит по ЛТХ поздние поршневые самолёты, а в умелых руках может побороться даже с топовыми истребителями. Но советские авиаконструкторы тоже не лакомшиты, давным-давно создали машину, противостоять которой Shooting Star просто не способен. Конечно же, это И-15. Не верите? А вот Floating Seals Music — надёжный боец, доверяющий партии и той технике, что она ему выдала. Короткий маневренный бой, и машина врага стремительно понеслась к земле. Верной дорогой идёт, товарищ! Пять тысяч золотых отправляются на его сберкнижку. Молодец! Как по-вашему, есть ли у самого обыкновенного Шермана шансы в лобовом столкновении с братом-тяжеловесом Джамбо? Rogue Cloud оказался втянут как раз в такое противостояние и боролся за машину до последнего снаряда. Буквально. Хотя наш герой — опытный танкист, ему попался достойный противник, который не встал на ремонт после повреждения пушки, а приложил все усилия, чтобы не пустить Шермана себе в борт. Давайте же понаблюдаем за этой напряжённой схваткой. Призовая голда скоро будет на счету у автора. Жди их. Если вы думаете, что сбитый бобёр не может принести пользу команде, вы глубоко ошибаетесь. Ки Юн Кай Моуст Вонтед 20-25 потерял оба крыла в лобовой атаке и теперь может лишь наблюдать за падением. Но госпожа удача и посла для нашего героя небольшой сюрприз. Этим сюрпризом оказался А-36, пытавшийся потихоньку фармить наземку. Огромная туша японца легко отрывала американцу хвост. И хотя фрага за это автор не получил, команда врага всё равно лишилась одной из машин. За такой необычный момент Моуст Вонтед получает пять тысяч золотых орлов. Последний победитель выпуска в самом начале боя взял Кубру и полетел на захват, рассчитывая на лёгкие очки и опыт. Однако в красной команде тоже нашёлся любитель ранних захватов. На БТ-5 он врывается на ту же точку, что и наш вертолётчик, и лишь внимательность спасает последнего. Вовремя начав взлетать, он уворачивается от выстрела 45-мм орудия и оказывается в недосягаемости танкиста. Набрав немного высоты и развернувшись, Антон Макаров уничтожает конкурента с залпом гидр. Вот уж действительно успел в последний момент. А меж тем награда уже скоро окажется на счету победителя. Так держать! Субтитры подогнал «Симон»!